Доброе утро, с вами утренний канал на Катунь 24. Мы готовим вкусный завтрак и вас к хорошему дню. Мы продолжаем мексиканскую неделю. Сегодня мы в клубе-ресторане Кока Бонго в гостях у шеф-повара Артема Кровякова. Артем, доброе утро. Доброе утро, Елена. Зарядку сделаем. Не сделали. Утро ранее. У нас четверг, так же, как и среда, это маленькая пятница. Да-да-да. У нас еще парочка сытных таких блюд для того, чтобы успеть сделать все дела и уже отправиться в выходные. Что у нас сегодня? Сегодня мы будем готовить салат из печеных овощей. Что-то легенькое такое у нас будет, да, но с таким большим содержанием углеводов для энергии. И будем готовить эмпанадосы. Это мексиканские конвертики с начинкой. Эмчелады, эмпалады, да, они там между собой схожи, смежны. Какое отношение они имеют к тортилье и к такосу, расскажем в течение сегодняшней программы. Да и вообще, что это за слова такие? Все объясним, все ингредиенты, все расскажем. Кстати, об ингредиентах. Артем, что должно быть? В салат у нас входят цукини, баклажан, перец болгарский, помидор и соус. Приготовим соус? Да, приготовим соус. Хорошо. Вот эта штучка не понадобится. И пекинская капуста. Вот эта, та, которая посветлее, наша Белоснежка. Для горячего, сытного блюда. Для горячего нам понадобится рубленое мясо, потом чеснок, много-много лука. Много-много. Чесночок видим. Так. Специи. Специи нам понадобятся халапенье, кумин, соль, перец. Мы будем в лепешку заворачивать? Тортилью? Тортилью. В духовке или на сковородке подпекать? В фритюре. Даже в фритюре. То есть все особенности такого блюда, да, как его поджарить, чтобы не было слишком уж жирным, да, как работать с этой самой лепешкой, ну, и масла там было, ну, поменьше, чем пол-литра, да, на каждую порцию. Сегодня все расскажем. Как ее завернуть? А, как завернуть еще отдельный колорит? Чтобы она не развернулась. Сегодня у нас такой мастер-класс по закручиванию мексиканской шаурмы, да, такие конвертики. Потому что, в принципе, это кухня таких конкистадоров, да, в перемешку с кухней идейцев, да, которые, ну, жили непосредственно в Южной Америке. А она еще какой-то колорит такой азиатский имеет, потому что, ну, шурму мы все знаем, а здесь что-то такое подобное с мясом, со специями, но, там, немножко с другой подачей. С чего мы начинаем? Сначала мы возьмем перец болгарский, его нужно будет запечь в духовке, ну, мы на кухне запечем в парах, как томати. То есть наша задача нарезать его или целиком отправить? Целиком. Мы его отправим целиком. Мы его обмажем маслом и в духовку на сколько минут? На 170 градусов. 15 минут. Хорошо. Так, уносим. Нас там дожидается уже готовый вариант. Мы сейчас покажем, как это все дело выглядит. Нашему хозяйкам рекомендуем записать 170 градусов, 15 минут обязательно в растительном масле. Сейчас на утреннем канале бодрые новости, после которых мы продолжим готовить. Оставайтесь с нами. Сборная России по спортивной гимнастике стала триумфатором чемпионата Европы в Румынии. Наши заняли первое место в медальном зачете, завоевав три золотые, три серебряные и две бронзовые награды. На чемпионат сборная России отправилась в обновленном составе. Для половины гимнастов эти состязания стали первыми в жизни такого уровня. И, по словам экспертов, первый зачет в преддверии Олимпиады 2020 в Токио сдан успешно. Закончился чемпионат мира по фигурному катанию в Токио. И то, что там сделала россиянка Евгения Медведева – настоящее чудо. Она обновила все мировые рекорды, в том числе собственные, установленные совсем недавно. Она прыгает так, как не умеет больше никто. А ведь Евгении еще нет 18-ти. У судей для нее редко бывают оценки, отличные от максимальных. Знакомьтесь, новая суперзвезда – 17-летняя Евгения Медведева. Кадры из Кемеровской области. На горнолыжном курорте Шерегеш лыжники и сноубордисты установили новый российский рекорд по массовому спуску с горы в купальных костюмах. Акция собрала почти полторы тысячи человек в возрасте от 16 до 70 лет. В заезде участвовали спортсмены не только из разных российских городов, но и гости из Индии, Китая, Италии, Германии, Франции и Соединенных Штатов. Фестиваль в Шерегеше проходит уже в пятый раз. Так, по традиции, закрывают зимний сезон. На утреннем канале продолжение мексиканской недели. Сегодня еще парочка традиционных блюд. У нас салат из овощей, традиционные не придумаешь, и эмпанадос. 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 Не энчуладос. То есть я начала такая же шаурма. Нет, у нас конвертики все-таки получатся. А энчуладо – это просто разновидность такоса. Такос. То есть в тортюре мы что-то укладываем мясное с овощами. Эмчуладос. Мясо с яйцом. С зеленью. Да, а у нас эмпанадос. Под соусом дешеволю. Так, как приготовить, расскажем. Тем временем для салата. Перец достали из духовки, положили его в тарелочку, накрыли пищевой пленкой. Можно в контейнер. Шкурочку мы с него убрали, потому что… Сначала мы его из духовки положили в контейнер, закрыли. Или можно в тарелочку и накрыли, чтобы оно напарилось, чтобы потом кожа легче удалять кожу. То есть не сразу мы дали ему вот этот конденсат, да? Да, образоваться, и тогда еще легче снять. Удалили семена. Только с перцем. Все какое-то замороченное утро, но думаю, стоит такое повторить хорошо. Вот что у нас получилось. Мягенькая штука. Вот такой, да, перчик мягенький. Целиком запекаем. Я думаю, как с томатами, которые… Ну, конкосе такое слово, но обычно запеченные томаты. А нет, целиком отправляем. Так, что у нас там теперь? Теперь у нас будем режить баклажан. Давай мне что-нибудь и себе что-нибудь. Как его? Кольцами, кубиком? Солом. Не вашим, не нашим, хорошо. Мы готовим опять-таки на одну порцию. Рассказываем на по чуть-чуть. Да, в принципе, в зелени многое не бывает. То есть нарезаем, тушим. Тещин язык, всем нам знакомым, что из баклажанов, что из цукени, да, с чесночком. Вкусная штучка, у нас какая-то такая интерпретация. От кожуры мы не очищаем. Нет. Нет, нет, меньше утренних каких-то таких заморочек. От кожуры очищать это, если в кабачок. Он у него более грубый, жесткая, у которого кожа, вот ее мыть обязательно удалить. Если у нас цукини, стоит. Смотри, это у нас будет обжариваться на растительном масле. Да. Как сделать так, чтобы это дело все не напитало, как губка в себя? Немножко масла добавлять. И главное, это не чугунная сковорода, она хороша для блинчиков, для казан, для тушения какой-нибудь штучки. Здесь все-таки это тефлон, да? Да. Можно, конечно, если уж кто-то за фигурой облюбит или на диете, можно использовать в жарочном шкафу. Подпечь, да? Да, подпечь. Просто выложить все на фольгу, чтобы не прилипло. Хорошо. И запечь в духовке. Со специями там смазаться. Есть подпеченные овощи. Самое вкусное, что я ела из запеченного, это свекла с базиликом, с каким-нибудь оливковым маслом. И хрустеть, и потом вот такая вкусная штучка. Всем рекомендую. Отправляем на кухню, да? Да, чтобы обжарить. Хорошо. И уже получаем какую-то готовую историю и продолжим собирать наш такой салатик. Сейчас на утреннем канале очередная рубрика. Называется она «Продукт дня». После продолжим готовить. Оставайтесь с нами. Доброе утро. Меня зовут Алексей Шлягин. Я врач-диетолог. Только представьте, в этом супермаркете находится около десятка новых продуктов, о которых вы, возможно, слышали, но не знаете, что с ними делать. Нет, это не еда космонавтов. Это вполне обычные продукты, которые можно легко приготовить. Сегодня я расскажу вам все о том, что полезно, как выбрать и зачем нам нужны эти новые старые продукты. Пшеница. Она еще в Библии упоминалась как важная и полезнейшая из всех зерновых растений. В Древней Греции ее высоко ценили. И спортсмены во время Олимпиады питались только ячменным и пшеничным хлебом. А у славян пшеница являлась символом благополучия и процветания. И это неспроста. Пшеница содержит в себе полезные растительные жиры, а также микроэлементы магний, кальций, калий, фосфор и витамины. Преимущественно, это витамины группы В, ПП, С и витамин Е. Исследования также показали, что при прорастании зерен пшеницы количество витаминов увеличивается в несколько раз. Так, например, количество витамина В2 в проростках пшеницы увеличивается до 10 раз. Как же прорастить зерна пшеницы? Для этого их необходимо промыть, разложить на блюдечко, добавив немного воды и накрыть влажной марлей. На следующие сутки они будут готовы к употреблению. Хранить такие зерна можно будет в сухой посуде в холодильнике до 2-3 суток. Как же ее приготовить? Пророщенную пшеницу измельчают в блендере. К полученной массе добавляют немного воды и выпекают лепешки. А также к такой массе можно добавить орехов, сухофруктов и меда. Будет очень вкусно. Стоит такая пачка будет около 100 рублей. И хватит вам ее на пару недель. Питайтесь правильно и будьте здоровы! И вновь доброго утра! С вами утренний канал на Катунь24. У нас продолжение мексиканской недели. Сегодня еще парочка пряных горячих блюд. Мы в ресторане Кока Бонго. Все секреты от шеф-повара Артема Кравякова. Так, у нас приготовился. Немножечко там на одну порцию. Баклажаны и цукини. Цукини. Наша задача порезать вот эту шеф-поварку. Еще перец болгарский. И намешать соус. Я буду вмешать соус. Тарелочка. Так. Ложечка для этого. Чем на этот раз у нас? Так, соусу нам понадобится сыр фета. Такая будет отдельная солоноватая история, если это фета. Всем она знакома, да? Ну, из салата. Если, конечно, маленький секрет, если, чтобы легче его было разогнуть, его можно слегка подогреть. Микроволновочка прокатить? Минутку? Меньше. Даже секунд 15-10. Так. Значит, катаем сырок в микроволновке. Также добавляем плавленый сыр. Самый обычный сливочный плавленый сырок, который есть в нашем холодильнике. Вот ты специально на порцию подготовил или поменьше можно отправить? Поменьше. Хорошо. Сейчас мы тогда ополовиним. Для того, чтобы текстура у нас более такой сливочной. Да, примерно делаем один к одному плавленый. И фета. Да. Интересная такая заправочка у нас сегодня получится. То есть сливочная. Зачем? И туда еще добавляем укроп рубленый. Так, это мне уже нравится. А когда же пойдет у нас перчик, который острый? Он будет сегодня в этом салате? В этом салате нет. Это такой наиболее у нас получается... Адаптированный, да, для европейского населения. Потому что, опять-таки, перцев много и 20 видов перчика, который существует в Мексике, он, в принципе, не пригоден для того, чтобы его ели европейцы. Потому что иначе, так понимаю, все вкусовые рецепторы у нас во рту просто сойдут с ума от той остроты, да, которая, ну, в принципе, попадет, да, к нам в организм. Кстати, отдельное такое внимание, уделяют перчику чили. И из разных его сортов готовят разные соусы. Один из них это соус табаско. Небольшие такие баночки, да, бутылочки. Думаю, у вас на кухне такой опять-таки есть, как и перчик халапеньо. И добавляют его опять в супы, в горячие, ну, куда только они заблагорассудятся. Хорошо сочетается в супах. Забрасывай сюда. И я сейчас еще раз эту штучку перемешаю. Соли не надо, ничего не надо. Нет, у нас фетосоленое. Все у нас такое самое достаточное по вкусу. Я думаю, в принципе, как намазка такая интересная для брускет, для бутербродов утренних, свежая такая. Даже, я бы сказала, не калорийная, будет готова. Сейчас в внутреннем канале у нас небольшой перерыв. Мы готовы уже посмотреть официальные новости телеканала Катунь-24. Мои коллеги готовы рассказать, что интересного произошло в Алтайском крае. А дальше мы продолжим готовить. Оставайтесь с нами. Доброе утро! С вами утренний канал на Катунь-24. Мы продолжаем делиться секретами мексиканской кухни. Мы в ресторане Кока Бонго в гостях у шеф-повара Артема Кровякова. У нас продолжение программы. Вторая часть. Мы доделываем... Доделываем салат. Так, салатик мы будем выкладывать через форму. Пожалуйста, я пока напомню, пока ты все выкладываешь, что у нас происходило. Мы обжарили... Баклажан. Мы обжарили цукини. Но перед этим нарезали их тонкой соломкой. Вот еще или хватит вот этого количества? Попробуем сюда. Еще что мы сделали? Мы взяли целый такой плод огромного болгарского перчика красного, обмазали его растительным маслом и отправили в духовку. Запекали там 15 минут при температуре 170 градусов. После чего мы смешали сыр фета с плавленным сырком. И все вместе это дело добавили еще свежий вот такой вот у нас был нарезанный укропчик. Перемешали. И он сейчас у нас, этот самый соус, отправляется поверх первого слоя. Это слой пекинской капусты. Болгарский перец. Давай. Добавляем. Сытное. Еще один слой. Баклажан. Да. А пока или, говоришь, помидорку пластиками. Пластиками? Ну, пополам и пополам. Пополам. Слой у нас цукини. Как много нужно помидорки? Прям целая половинка? Да, целая половинка. Так. А и полностью застилаем. Допустим, как если бы мы готовили какой-нибудь омлет. Вот мы яичную смесь, какой-нибудь сурок. И сверху, сверху, как вот на пиццу, мы веером раскладываем помидор. Томат. Еще наверхушку что-то должно пойти. Будет вложить перец и чили на украшение зелененький. Целиком или нарезанный? Порезать его пополам. Вот так? Наискосок, да. Есть! Яркая такая, свежая история. Ну, с таким завершающим остреньким акцентом. Еще можно присыпать паприкой. Добавляй. Салат готов. У нас на очереди горячее блюдо. Как работать с мясом? Как заворачивать конверты? Расскажем после еще одной рубрики утреннего канала. Называется она «О красоте». Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Доброе утро. Меня зовут Людмила Жгун. Я юрист. Сегодня я расскажу о том, как пользоваться законами и правами в повседневной жизни. И на этой неделе говорим о салоне красоты. Что делать, если вы решили прекратить процедуру, не доведя ее до конца? Имейте полное право. Например, в соседнем кресле кого-то красят, а запах краски оказался для вас невыносимым. Или вы внезапно вспомнили про невыключенный утюг. А мастер по маникюру только перешел ко второму пальцу. Оплатить будет нужно только фактически выполненный объем работы. А если причина, по которой вы решили сказать «Стоп» в том, что мастер порезала вам кутикулу, или ошпарила кожу, или причинила еще какой-то вред, особенно здоровью, услуга ненадлежащего качества, требуйте возврата денег. Не торопитесь с полной оплатой. Статья 7 закона защиты прав потребителей указывает, что услуга должна быть безопасной. На сегодня все. До завтра. И вновь доброго утра, с вами Утренний канал. Мы продолжаем готовить и желать всем отличного дня. Блюдо номер два. Такое сытное, пряное, мясное. Мексиканское. Мексиканское, да. Мясо либо рубим, либо... Крутим на мясорубке. Но все-таки так советуют манты, хинкали. Рубленное, это рубленное. Нужно запастись терпением острым ножом, да, и аккуратно рубить, потому что тогда сочность, текстура мяса останется более такой целой, самобытной. И понятно, что отдаст нам потом все эти вкусы, ароматы уже после, когда будем пробовать. Ну, мяско готово. Что мы нарезаем? Мы нарезаем чесночок, лук. В это блюдо идет у нас очень-очень много лука. Так, могу порезать чеснок. Чеснок, да. Все три зубчика сюда мы отправляем? Нет. Один? Один зубчик. Мы одну порцию готовим. Ох, сказала бы я, сколько порций. Одно. Делимся нюансами. Давим в первую очередь, чтобы он отдал все свои ароматы, а после мелко нарезаем и нарубаем. Лук нарубаем. Режу тоже кубиком. Мы будем вместе с мясом, как на макароны по-флотски, да, ну, примерно так, если это можно обозначить, обжаривать лучок, чесночок и фарш. Да, мы сначала, получается, раскалим маслом, добавим туда лук, обжарим, обжарим чесночок, чесночок добавим, чтобы он аромат отдал. Добавим туда фарш, мясо наше рубленое, а потом добавим томаты эсс. В собственном соку. В собственном соку добавим. Уже потом добавляем туда халапени. Пару ложечек, шутка. Нет. Правда? Прям ложечку, это очень острое блюдо. Они закуски идут, как закуска, горячая закуска, мексиканская. Как? Считаю, ложечку у нас туда идет халапени. Будет кумин. К текиле, да? Кумин, хорошо. Кумин, соль и перец. Еще обычный. Несем на кухню. Все, да. Обжариваем. После небольшого перерыва, буквально полторы минутки, очередной рубрике утреннего канала «Мама может» покажем этот самый томатный фарш. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Игра — это самая естественная форма познания мира у ребенка. То есть полноценное развитие без игр невозможно. Ролевая игра в особенности. То есть через ролевые игры ребенок примеряет на себя различные образы, моделирует ситуации, проигрывает их, то есть эмоционально разряжается. Ну и плюс он, конечно, развивает свои высшие когнитивные функции. Это память, внимание, мышление, речь, что является очень актуальным для детского возраста. Так скажем, от двух лет, когда у ребенка уже формируется речевой аппарат, когда он уже может действительно социально взаимодействовать. У кого-то раньше, так скажем, начинаются ролевые игры, у кого-то позже. Ну так скажем, возраст 2-3 года. Ролевая игра способствует социальной адаптации, вообще адаптации к миру, к каким-то ситуациям и так далее. То есть через моделирование ребенок проигрывает эту ситуацию, и потом при столкновении с этой ситуацией в реальностью он может как-то себя более гибко и хорошо вести. Также ролевые игры могут какую-то эмоциональную гибкость проявлять у ребенка, воспитывать эмоции, эмоциональную направленность. То есть может он в игре и сопереживать, может он как-то и гневаться. Также, конечно, через это идет эмоциональная отработка эмоций. То, что может быть он какой-то там грустный или может быть наоборот напряженный. Поиграл он в какую-то игру, эмоционально ему стало легче, что опять-таки очень хорошо. Хочется сказать, чтобы родители поощряли в первую очередь ребенка за такую игру. Всячески ему помогали. Здесь можно приобрести какой-то инвентарь тематический, что-то самим шить, добавлять и подсказывать какие-то сюжеты для таких игр. Вести и направлять ребенка к социальному взаимодействию, чтобы он не дома играл один в ролевую игру, а может быть он во двор вышел, воздухом подышал с детками как-то по взаимодействию. То есть всячески ребенка направлять на такую игру, ему помогать. А мы продолжаем. Что мы делаем дальше? У нас готов фарш. Да. Начинка наша готова на импанадо. Напоминаем, да, о том, что мы его там не 10, не 15 минут, а около часа. Это еще одна особенность мексиканской кухни, потому что куски мяса иногда в принципе отдельно отвариваются, а мясо тушится или обжаривается чуть больше, чем привыкли мы, ну, в зависимости от того, как нам стоят какие-нибудь французские там побара. Подольше, около часа. Так, теперь так тяжело вздохнуло, я знаю, что это сложно. Да. Берем тортилью, режем ее пополам. Я повторю? Да, думаю. На пополам. Сворачиваем. Ровно. И еще раз на пополам. Так, как будто бы мы нарезаем ее для кесадии. Как будто бы. Так, дальше. Так, сразу приготовим ложечку. И что там? Это трепетание, как это все? Так, также мы подготовили яйцо. Забьем его. Мы будем ее смазывать этим самым яйцом? Да, яйцо, чтобы, получается, склеить тортилью. Ага. Берем за уголок. А вот эту всю часть мы будем промазывать яйцом. Какая штука такая. Сворачиваем. Как делаем самолетик. Так. Ага. Вот этот край подгибаем. Ну, точно самолет. Так вот. Вот так вот. Ага. И заворачиваем. Делается у нас, получается, как кулек. Теперь вот в этот кулек, который у нас под шестой. Мы укладываем фарш. Начинку. Да, понимаем, у нас ингредиенты, в принципе-то, готовы все. Фарш готов, целый час мы его томили. И с этой стороны тоже так же подворачиваем. То есть еще раз заклеиваем. Да? Вот так. Ну, точно самолет. Куда он только полетит. Угу. Чувствую смотреть на пирамиды эпохи времен Майя. Вот так вот. Да. Вот так вот. Красота. Так, и сейчас еще один мы повторим для того, чтобы закрепить результат. Пока будем делать. Посмотрим еще одну рубрику утреннего канала. И после продолжим готовить. Оставайтесь с нами. Думаете, как бы использовать пластиковые бутылки? У нас есть пара идей. Коробочка-яблочко – отличная идея для хранения нужных мелочей. Нам понадобятся две одинаковые бутылки. Снимаем этикетку и разрезаем. Будем использовать только нижние части. Корректируем форму ножницами. Соединяем оба донышка. Губкой и акрилом окрашиваем в темно-красный цвет. Из коричневого фетра вырезаем веточку, а из зеленого – листочек. Приклеиваем универсальным клеем ветку и листик. Получилось превосходное стилизованное яблоко. В него можно положить конфетки или полезные мелочи. И еще одна идея. Остались горлышки от бутылок от предыдущих поделок. Не стоит их выбрасывать. Из них получится чудесный маленький подсвечник. Для начала подбираем два верха с одинаковыми горлышками. Окрашиваем в любимый цвет. Мы взяли смесь голубого акрила и белил. Заготовки полностью окрашены. Можно скреплять. Наносим универсальный клей по самому краю горлышка. Аккуратно скрепляем обе части. Осталось вставить свечу, чтобы создать атмосферу тепла и уюта. Еще больше поделок смотрите в следующих выпусках утреннего канала. И вновь доброго утра. С вами утренний канал. И мы продолжаем делиться секретами мексиканской кухни. Дубль два. Мы еще раз повторяем схему, как приготовить конвертик этот самый мексиканский. Эмпанадос. Эмпанадос. Край. Самый широкий край. Край мой, край. Мы замачиваем, да, мажем яйцом. Вот так. И вот так. Я запомнила. Да, вот сюда. Придавливаем, чтобы яйцо у нас все склеило ножом. Вот, ты знаешь, кружок очумелых ручек. Самоделки на насмотрелись на утро и готовы сами ваять что-нибудь из еды. Вот такая штучка. У нас здесь ничего не выпадет. Вот конвертик. Сюда мы укладываем начинку нашу. Вот такая вот, такой конвертик. Сейчас у нас куда отправиться? Во фритюр. Мы раскаляем, да, в сковородке, если есть притюрница, да, кухонная домашняя небольшая, масло и обжариваем, ну, пока оно у нас не запырится, не станет такой корочкой золотистой. После модного прогноза мы расскажем, что готовим завтра, какие ингредиенты обязательно должны быть на кухне и покажем, конечно же, результат такой нашей вот горячей, пряной, острой мексиканской закуски. Оставайтесь с нами. Агрессивные 80-е, розовый и тотальная женственность. Вот что ждет модниц в новых весенних коллекциях торгового дома «Триумф». Почему бы и в самом деле не стать чуточку другой, более свежей, стильной и привлекательной? Итак, начнем разбирать последние горячие тенденции. Все смешалось. Сны, пижамы, клатчи, новые коллекции. Бельевой стиль продолжает бежать из спальных комодов на улицу навстречу приключениям. Нежные ткани, удобный крой и в нашем случае полное отсутствие бретелей и рюш. Складывается ощущение, что какая-то хулиганка утащила пижаму у старшего брата. Наш совет бунтаркам. С осторожностью подбирайте обувь и аксессуары к таким комплектам, иначе поймут вас немногие. Смело обувайте туфли-лодочки, желательно нейтральных или темных оттенков. В руки берите контрастные сумки, обоськи или книги. А вот с прической можно не мудрить и собрать невероятно модный и в этом сезоне пучок. Наши сердца требуют весенних перемен. Устройте маленькую революцию в своей гардеробной. Все самые свежие коллекции мировых брендов вы найдете в торговом доме «Триумф» по адресу Ленина, 81. И вновь доброго утра. С вами утренний канал на Катунь24. Мы продолжаем делиться секретами мексиканской кухни. Сегодня у нас овощной салат и эмпанадос. Все секреты, можно нюансы увидеть в повторах утреннего канала на сайте Катунь24. И здесь в Кокабонго у Артема Кровякова в гостях меню, попросить огромные порции. Сказать вот так вот с душой, да, как будто для Лены Хорошапцева готовила. Вот это готово, это наш салатик. И готовы наши мульчебуречки. Конвертики. Конвертики. С чем они подаются здесь? Здесь они подаются салат листом и с тремя трио соусов. Это сметана, луакамоле и сальце. И выкладываем конвертик. Обжариваем их во фритюре, пока не станут такие вот золотистые. Ориентируемся на глаз, на самом деле. Что завтра? Что у нас еще будет на утреннем канале? Завтра мы приготовим наш овощной салат Кокабонго. Так он будет подаваться в тортилле. Хорошо, ну куда же без дни, без этой самой тортилле. И будем готовить чили конкарна. Еще одно такое классическое блюдо, это говядина с перчиком, да, острая-острая говядинка. Как ее приготовить? По-мексикански. Есть там такие интерпретации, но мы им не верим. Да, мы за самыми такими оригинальными рецептами, да, ацтеков, племен майя, приехали в Кокабонго. И уже завтра расскажем еще парочку вкусных, интересных рецептов, точнее тонкостей, как их приготовить. Готово? Готово. Такой перченый, радостный день у нас вот сейчас уже начнется. Будем все дегустировать. Всем желаем отличного дня, приятного аппетита. До завтра. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»